Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Крипто Фронтман. Сегодня мы поговорим про биткоин, затронем такой ресурс как кингфишер, в том числе рассмотрим зону аккумуляции по Вайкоффу и обсудим месячный таймфрейм. На этой неделе это видео последнее, следующее видео выйдет в понедельник, а завтра выйдет видео сюрприз, поэтому в субботу ждите от меня ролик. Но смотрим на месячный таймфрейм, что очень важно понимать, что сегодняшним днем у нас закроется свеча месячная, и мы получим с вами новую свечу, которая будет октябрьская. Очень важно, чтобы эта свеча закрылась свечой волчок или свечой доджи, но желательно все-таки зеленой, потому что чем выше будет тельце у этой свечи, тем это будет говорить о том, что мы все-таки оторвались от ядра, ядра данного блока. Что это за ядро и почему это настолько важно? Во-первых, так как ядро у нас располагается от хая, которое было 1 декабря 2017 года, нам желательно не закрываться ниже этого хая. Соответственно, мы должны закрываться выше этого. Именно быки сегодня наступают, и медведям пытаются помешать. Более того, тени свечей снизу говорят о том, что происходит серьезный откуп. Мы и так знали, и об этом говорили, что здесь серьезнейшая зона поддержки, так как ядро и локалочка, и мы все это время держались именно за счет этой маленькой хлипкой коробки. При лучшем исходе для быков мы можем закрыться свечой волчок. Это будет тельце полнотелое. Это если мы сумеем пробиться через верхнюю локалку сопротивления. Конечно, это реализовать сегодняшним днем сложно. Задача максимума закрыться выше ядра. Это выше 19666. Теперь, следующий момент. Если мы посмотрим на нашу зону аккумуляции, и мы видим, что вот у нас посередине находится медиана, середина данного канала, так вот. Мы с вами рассматривали и говорили, что данная схема аккумуляции гипотетически еще пару месяцев назад может приобретать форму двойного дна. В итоге мы пока ее получаем. Также мы знаем, что двойное дно располагается в схеме номер один и в схеме номер два. И также в своих видео я говорил, что в любом случае еще вниз нужно будет сходить как минимум к медиане или даже на самое дно, а то и за колом. И рассказывал, как оно может произойти. Сейчас я напомню. Суть состоит в том, что на дневном таймфрейме, если вы посмотрите, мы уже находимся по стахастическому индексу относительной силы на максимуме. Но мы можем еще двигаться дальше. За счет чего? За счет стахастического индексу относительной силы месяца, который поднимается и идет вверх. Но почему мы, скорее всего, должны еще будем упасть и сходить вниз? Суть состоит в недельном таймфрейме. Стохастик у нас раз сходил вниз, и вот сейчас он пытается еще сходить. То есть, таким образом, мы еще можем окунуться вниз. Только нужно понимать, что, исходя из того, что месяц начинает подниматься, он может эту неделю взять за шманты и потянуть очень долго по верху. Раз неделя будет по верху, то и денек может тоже прокатиться по верху. Помните вот эту книгу рекордов Гиннесов, когда мы с вами получили 5-ти волновку? Первый раз за всю историю биткоина. Так вот, этот денек может тоже проволандиться сверху. И это может дать биткоину доход до медианы, откат, пробой и, соответственно, движение вверх. В самом идеальном варианте дойти до верха канала. Но мы имеем промежуточный ограничитель. Например, вот эта зона, район 22800. Запомните эту цифру. Так вот, биткоин может при тех силах и той неделе, которую нам дает стахастик, дойти всего лишь до этой зоны и отсюда уже разгрузить неделю, упасть на минимум. Может быть на дно, может быть опять вот на это локальное дно, может быть за колом, мы сейчас не знаем. Но только после того, как неделя разгрузится в полный ноль, мы сможем с вами устроить полноценное восстановление к буллрану. Таким образом, месяц будет подниматься с колен, неделя после перезагрузки тоже пойдет вверх и дневка потянется за ними. Без недели, которая упадет вниз и не будет перезагружаться снова вверх, не будет никакого буллрана. Поэтому попридержите лошадей. Если поглядеть сюда, не пугайтесь, сейчас я объясню. Вот здесь вот сверху райончик 0,236 по Фибоначчи, 22800. Соответственно, это еще является и локальным максимумом. Таким образом, это район ограничения. И если мы даже посмотрим движение цены, предположим вбок, да, сверху вниз, то вот у нас здесь ограничение, очень мощный уголок, где может теоретически, гипотетически упереться цена. И дальше уже здесь будет серьезный откат, прежде чем пойти вверх. Но так как мы сказали, что неделя должна будет разгрузиться, то, скорее всего, это и станет триггером движения дальнейшего вниз. Возможно для разгрузки по уже собственным Фибоначчи в 0,6 или 0,5. Но тут же, как и говорил я ранее, все-таки мне больше видится, и было бы более идеально откатываться и разгружать ту же самую неделю от медианы. Это была бы самая идеальная позиция. Если посмотреть на объемы ТСВ, то можно увидеть, что объемы у нас возрастают. То есть вышли из отрицательных в положительные. Но они до сих пор существенно малы. То есть не так велики, как хотелось бы нам. Конечно, все это движение лонговое, как минимум, должно было бы быть от разгрузки конвергенции. Вот они, 8 штук различных. Более того, у нас еще конвергенции были и на недельном таймфрейме. Обратите внимание, на неделе это очень и очень сурово. И недаром я вам показывал для сравнения, что что-то подобное у нас было вот здесь, в этом месте, в локальном зоне аккумуляции. 22 июня 2021 года тоже было 8 штук. И у нас были такие относительно слабые ростовые свечи, после чего их всех поглотило. Опять была попытка движению вверх. И после этого все упало опять вниз, совершив общую длинную конвергенцию. И только после этой разгрузки начался рост. Если посмотреть на недельный таймфрейм по объемам ТСВ, то объемы у нас из отрицательных все-таки переходят постепенно в положительный. Если посмотреть на скользящие, то вы можете увидеть вместе с CPR линиями, что у нас ограничителем до сих пор выступают вот эти серьезные зоны. Да, это Йома 50, это 20 400, о которых я в том числе пишу в своем телеграм-канале. Во-первых, 20 850 это район CPR линий, это район Йома 50, это район просто глобальной зоны сопротивления. Так что сейчас реализовать пробой этого всего на сегодняшний день является крайне сложной задачей. Завтра обновляется месяц. И у нас, как я говорил, уже появятся новые CPR линии. Скорее всего они появятся вот где-то вот в этом месте. Если быкам удаться подняться очень высоко, мы телепортируемся над этими CPR линиями. И нам будет открыта дорога до R1 лонговой линии. Если мы окажемся ниже ее, это будет неприятный сюрприз для быков. Тем более при нанесении сетки Fibonacci мы с вами можем увидеть, что действительно острая зона сопротивления. Йома 50 раз, Fibonacci 2, глобальная зона сопротивления 3 и CPR 4. То есть крайне сложно сделать. Тем более, как я сказал, остаются считанные часы до закрытия месяц. Поэтому уже работать мы будем с другими CPR линиями. Если поглядеть по Кингфишеру, объемы покупки или продажи более 5 миллионов, сейчас наблюдается маленький столбик на продажу. Интерес китов возрастает. Дельта объемов на покупку увеличивается. По карте ликвидации видно, что появились новые лонговые позиции. Вплоть до 18600 ликвидации. Если говорить про шортовые позиции, то на данный момент они достаточно аккуратны. Их не так много. Если говорить про интерес на споте к биткоину, он постепенно плавно угасает. Но не ярко выражено. На маржиналке и на фьючах так же. В общем, важно, как закроется месячный таймфрейм. Поэтому битва сегодня должна быть не на шутку. Как быков, так и медведей. Не думайте, что все будет очень легко и просто. Однако напомню, как писал в своем телеграм-канале сегодня ночью, при оценке на момент 3 часов ночи, дневной таймфрейм у нас смотрелся все еще глобально лонгово. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии. В описании под видео есть три замечательные биржи. Bidget, Bybit, Femix с самыми низкими из всех известных биржекомиссиями. Вступайте в социальные сети TikTok, Telegram, Twitter. И помните, если у вас, как у трейдера, у тильзящей работы появится геморрой, и вам выпишут свитчи, то тут и будет тест на быка и медведя. Быки купят ректальные свитчи зеленого цвета, а вот медведи красного. Но здесь интересный вопрос, а какого цвета купят инвесторы? Точно, откуда у инвестора деньги? Они же все на споте. Всего доброго.